А в Санкт-Петербурге в рамках международного фестиваля христианского кино «Невский благовест» открылась выставка «Духовный щит Отечества». Она посвящена истории развития Института военного и морского духовенства России от крещения Руси до наших дней. С экспонатами ознакомились и наши корреспонденты. В третий раз уже жители города на Неве имеют возможность ознакомиться с живописными работами выставки «Духовный щит Отечества». И каждый раз она привлекает к себе внимание. Здесь через художественные полотна рассказывается о подвиге русского духа. Отражена тема многовекового соработничества российского воинства и духовенства. Выставка интереснейшая, заставляет человека задумываться над своей жизнью на этой земле и что ждет человека по окончанию своей жизни. Поэтому она многогранна. Вот как берете алмаз и смотрите с одной стороны, с другой стороны, точно так же и выставка. Она не рассчитана на мгновенное осознание. Она глубоко несущая корни, идущая из самых глубинок нашей Руси. Впервые выставку «Духовный щит Отечества» представили в 2011 году в Московской Духовной Академии. Также работы Николая Васильева увидели в музеях от Калининграда до Камчатки. Везде она вызывает живой интерес. Она для меня действительно родная, я с ней сросся. И в то же время, если задают люди вопросы, почему не раскрыты подвиги белковых, рабельцы, священники, вспомнить историю России, историю Отечества, показать не только, показать основную духовную составляющую. Почему Россия побеждает во всех войнах? Потому что в ней Дух, Господь помогает ей, Дух Божий помогает одержать все эти победы. 66 картин отражают духовную мощь российского воинства, единства церкви и армии в мирное и военное время. Экспозицию могут посмотреть все желающие в культурном центре Троицкий.